Четвертьфинал – самая опасная стадия. Проиграл – едешь домой, как бы хорошо не выступал до этого. Габилу предстоял самый, возможно, сложный бой в карьере. Ведь сила боксера в США общеизвестна, а Дэвис там – один из лучших. Еще перед играми в Токио он подписал контракт с профессиональным промоушеном. А на старте Олимпиады отправил в нокаут первого номера в этом весе француза Софьяна Умия. Однако Габил вышел на поединок без тени сомнения. Если в равном первом отрезке четверо из пяти судей определили перевес 10-9 в пользу американца, то во втором раунде Мамедов показал лучшее, что умеет. Все пятеро судей отдали ему преимущество. Однако в середине заключительного раунда россиянин на доли секунды потерял концентрацию и пропустил сокрушительную двойку – нокдаун. Габил, что называется, поплыл, а американец забрал решающий раунд и победил раздельным решением судей – 4-1. Но бой был отличный, Габил дрался как лев. Мамедов последним из представителей Оренбуржья завершил выступление на играх, и можно подытожить. В первом из наших стартовал и сразу сошел с дистанции дзюдоист Роберт Мшвидабадзе. В стартовом поединке он проиграл голландцу Торни Кичкадуа. В целом наша сборная под дзюдо выступила ниже ожиданий. В Лондоне были пять медалей, три из которых высшей пробы. В Рио два золота и бронза. Сейчас всего три бронзовых. И это, безусловно, шаг назад. Как и в плавании, у женщин ни одной медали, без славной эстафеты. Лидер команды Оренбурженко Мария Каменева была не похожа на себя. Сто метров вольным стилем лишь двадцатое время, в суперспринте девятнадцатое, в стометровке на спине десятое. На всех дистанциях секунды намного хуже, чем на недавнем чемпионате Европы. Причем не только у Каменевой. И тут претензии к тренерскому штабу, который провалил подводку к главным стартам. А у мужчин героем Токио стал уроженец новотройска Евгений Рылов, выиграв обе дистанции 100 и 200 метров на спине. И добавив серебряную награду в кролевой эстафете 4 по 200. Его золото единственное у наших пловцов. Нельзя не отметить и баскетболистку Анастасию Лугунову, еще весной выступавшую за Оренбургскую надежду. Наши девушки в дебютном олимпийском виде 3 на 3 добыли серебро. Они одержали 5 побед в группе, в полуфинале разнесли китаянок и лишь в финале при очень спорном судействе уступили американкам. В любом случае все наши спортсмены старались как могли. Ведь Олимпийские игры – главный турнир на планете и уровень здесь запредельно высокий. Анатолий Юденич, Антон Полянский. Новости дня.